И все, привет, ребят, с вами Старвайк, я сегодня писал новый ролик, это второй видеоролик, посвященный нашим замечательным анонсам и обновлениям, и в этом видеоролике мы вместе с вами разберем все новые обновления, которые произойдут у нас завтра в игре, и обсудим, что же интересного изменится у нас в балансе уже завтра. Если вы ждали этот видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого у нас трокировал аккаунт QS, тему личный, так, так, тимпэ, дальше помните покупку в магазине, ну и заполните форум, которая есть в описании. Что же касаемо нашего замечательного списка обновлений, то у нас есть большое количество всякой информации, и начнем обо всем по порядку. В эпические контейнеры добавилось новое устройство на страйкер, подавляющие боеголовки, по поводу этого устройства я уже высказал в первом видосе, если, к слову, не видели первый видос, то можете тоже перейти посмотреть, поэтому устройство мы больше уже затрагивать не будем. Добавлена стартовая позиция камеры при загрузке на карту, камера двигается из этой точки в позицию первого респауна. В начале игры добавлены индикаторы на предпочтительное действие, чего? Добавлены индикаторы на предпочтительное действие, это что такое, это типа подсказки? Это типа будет показывать, что делать лучше, или что? А, в начале игры, все, понял. В меню паузы добавлен пункт, вызывающий подсказку по стандартной схеме управления в бою. Внутриигровые новости теперь ограничены по званию, чтобы не появляться во время туториала. Добавлена вспышка в худ при готовности гранаты к использованию после респауна. В меню настроек добавлено разделение кнопок броска гранаты F и броска мяча. Флага РВ. Опачки! Добавили разделение кнопок, это значит, что теперь изменение нужно для защиты от случайных дабл кликов. Бросать гранату пока не сброшен флаг, все так же невозможно. А, все так же невозможно, я думал, что теперь можно и бросить гранату, и флаг ввести. Доступ по званию для дронов увеличен. Теперь дрон может появляться первый только лишь на восьмом звании. Ну а бустер, защитник, ловкач, механик, диверсант, еще плюс 5 званий, короче, от восьмого. Но не кисло, не кисло, плюс 5 от своих позиций. Я имел ввиду именно это. Пушка рельса, урон при комбо-выстреле соответствует урону обычного выстрела пушки. Комбо-выстрел это подрыв своей гранаты своим выстрелом. Получается, если подорвать свою гранату своим выстрелом, рельсы, тогда граната навесет урон, который должен нанести выстрел рельсы. Прикольно. Это временное решение, пока мы работаем над добавлением в параметре рельсы возможности задавать собственный урон и параметры комбо-выстрела. Прикольная тема. Пушка Гаусса в очередной раз меняет свой баланс. Радиус макс поражения залпа был 5, стал с 5 до 7. Радиус среднего поражения был 7, стал с 7 до 10. Радиус минимального поражения залпа был 20, стал 15-20. Ну, что-то пытаются все химичить с этим Гауссом, но до сих пор, в моем понимании, он не находится в своем супер балансе. Корпуса. Масса корпусов становится меньше. При том, всех ховер корпусов становится меньше масса. Это попытка забалансить ховер танки вместе с танками обычными, не летающими. Не знаю, если честно, что из этого получится. Ну, посмотрим. Очки в бою. Командный бой со 160 снижен до 150. Точки со 100 до 90. Флаги с 7 до 6. Штурм со 160 до 150. Джаггер с 15 до 12. В штурме число командных очков за привоз флага с 10 уменьшено до 9. Чтобы было больше у нас досрочек, что ли, делается это дело. Но не знаю, насколько будет чаще досрочки. Посмотрим. Из обычных контейнеров в начале игры теперь падают корпуса без пушек. Из эпических контейнеров в начале игры теперь падают пушки без корпусов. Дрон Брут теперь падает из контейнеров. То есть это нерф, я так понимаю, жесткий контейнеров. Жесткий нерф контейнеров, я так понимаю, на начальных уровнях. Боты могут появляться на званиях Маршалл, включая легенду, при значительном превышении времени поиска битвы. Ой-ой-ой, а это что, боты на легендах? Легендах? Ничего себе! Боты теперь на легендах! Теперь я буду знать, где мои замечательные тиммейты. Это боты. Список исправлений. Исправленная ошибка, из-за которой граната пропадала при определенных условиях после переодевания в бою. Исправленная ошибка, из-за которой первый бот в туториале не стоял на месте и начинал движение. Даже если игрок был в поле. Исправленные мелкие ошибки в модели гранаты. То есть исправленные ошибки. В этот раз, надеюсь, нормально. А то в прошлый раз была исправлена типа проблема с гаражом, с переодевалкой. Но на самом деле ничего не поменялось. Пишите, что вы думаете по поводу всех этих изменений. Ждем ботиков уже завтра в матчмейкинге. Если хотите контентик с ботами, чтобы я завтра уже его затушил, то обязательно поддержите данный видос лайком. Пишите по этому поводу в комментариях. Проявляйте максимальную активность на данный видос. Подписывайтесь на канал. Ну, у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Ждем ботов.